Мистериал, настоящий Миквентин Бек, был создан Стэном Ли и Стивом Дитко, и впервые появился в комиксе «Удивительный Человек-паук» 1964 года. Миквентин Бек был мастером по созданию спецэффектов и постановке трюков. Он работал на крупнейшей голливудской студии и мечтал об увековечивании своего имени в кинопроизводстве. Однако, осознав, что его карьера в создании специальных эффектов бесперспективна, он решил, что его познания в иллюзиях смогут сделать его сильным суперзлодеем. Изначально Бек не обладал какими-либо способностями, но после возвращения из ада Мистериал обучился новым трюкам. Он стал довольно неплохо разбираться в области темной магии. Может создавать столь полюбившиеся иллюзии без техники и материала, благодаря магии. Способен изменять рост и внешность, а также левитировать. Обладает телекинезом, психокинезом и умброкинезом, а также способностью управлять темной энергией. В киновселенной Марвел он был бывшим инженером и специалистом голографических иллюзий, отдела исследований и разработок Старк Индустрис, но затем был уволен из-за его психической нестабильности, которая предоставляла опасность для всех, с кем он работал. Некоторое время спустя Бек приобрел обновленную технологию у различных подразделений Старк Индустрис, включая голографические иллюзии, частью которых он ранее был. Он использовал эту технологию, чтобы создать костюм, который позволял ему летать и стрелять пучками энергии с перчаток. Костюм использует некоторую нанотехнологию в шлеме, которая может убираться в остальную часть костюма. Также Бек командовал тысячами голографических проекторов Старк Тэч, которые позволяли ему создавать различные иллюзии. После смерти Тони Старка Бек начал заговор, чтобы взять на себя мантию Старка, как лучший защитник Земли, используя технологию, которую он украл у Старк Индустрис и создавая иллюзии чудовищных природных существ, которые он затем появится остановить под видом Мистерио. Впервые на телеэкранах Мистерио появляется в мультсериале Человек-паук 1967 года. Продолжение следует... Продолжение следует... I can get away from you anytime I want to By swinging your way out of this Hello When the police arrived tell them that this Pозже Mysterio появляется в мультсериале Человек-паук 1981 года В эпизоде крыслов из города Нью-Йорка Здесь Mysterio гимнотизирует Нью-Йоркских подростков специальной музыкой Следующее появление Mysterio состоялось в мультсериале Человек-паук и его Удивительные друзья 1981 года Он шантажирует известного режиссера Сэма Блокбастера, чтобы тот убедил Человека-паука сниматься в его новом фильме, в котором злодеи приготовят ловушку для главного героя Какой он есть! Если помешаешь мне, будешь страдать так же, как Человек-паук Да, он настоящий! Хорошо, хорошо! Этого не было в сценарии! Что-то здесь не так! Я не могу дышать! Но она чуть меня не убила! Не глупи, маленькая неисправность, вот и всё! В мультсериале Человек-паук 1994 года Mysterio впервые появляется в эпизоде Грозный Mysterio, где подставляет Человека-паука в ограбление музея и выдаёт себя за героя и защитника города Позже умею шутить Пора пустить в бой кавалерию Вот они Спасите! Скорей! Подошла большая развязка Который из нас настоящий Закрой глаза и... В 2008 году Mysterio появляется в мультсериале Грандиозный Человек-паук Мир от технического зла Женеке Диетам Эпикасам Инвес Смотрите! Ещё одно порождение прогресса! Лупец! Мак это не иллюзионист, развлекающийся фокусами в цирке! Ах! 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 О! Мом? Ах! Бенитт! Ах! Ах! В мультсериале «Великий Человек-паук» 2012 года Мистерио – старый враг Человека-паука и бывший фокусник, который считается мертвым после встречи с главным героем, когда он упал с Бруклинского моста. Брюнетка Фрэнсис Бэк, которая является дочерью Квентина Бэка, использует свой шлем в попытке отомстить Человеку-пауку и становится новым Мистерио. К концу серии вместе с отцом становится союзником Человека-паука. Этот город научится уважать имя Мистерио! В 2017 году Мистерио можно заметить в мультсериале «Человек-паук». Человек-паук, добро пожаловать в мой дом за вами! Мистерио! Мастер по части Люси и залог твоей верной кончиши! Ага, попался! Ну, это совсем на меня не похоже! Ибо тебе суждено погибнуть от руки! Мистерио! Ну что ж, прощай, Человек-паук! СТОЯ! А это похоже на иллюзии? Ты всё злорадствовал и продевал фокус подмена паучка роботом и обман злодея! Не может быть! Значит, кто-то назначил награду за меня? Не подскажешь, кто? И какую? Фокусник никогда не раскрывает... Ну что ж, полицейские Нью-Йорка сумеют вытянуть из тебя ответ. Мистерио является главным злодеем в фильме Человек-паук «Вдали от дома» 2019 года. Его роль сыграл Джейк Джилленхол. Нет, нет, нет! Хватит, всё кончено, Бэк! Вот эти? Попробуй отнять. Огонь из всех тренов! Старк был прав. Ты их заслужил. Больше меня не обманешь. Люди не могут жить без веры, а нынешние поверят во что угодно. Он не твой. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры подогнал «Симон»